На этом наше служение подошло к концу. Спасибо каждому, кто был сегодня с нами и посвящал свое время Господу. А теперь объявление на неделю. Дорогая церковь, мы напоминаем, что с целью нераспространения коронавирусной инфекции мы убедительно просим вас надевать маски и обрабатывать руки антисептиком при входе в здание церковь. Пожалуйста, берегите свое здоровье и окружающих. Весь ноябрь церковь постится и молится за следующие нужды. За большую защиту от болезней и немощи в теле каждого верующего. За действие даров исцеления в теле Христовом, а также за единство церкви и снаряжение святых на дело служения. Список на следующей неделе проходит по рядам. Записаться вы можете у Евгения Компанейцева по телефону, который высветится на экране. Молитва за воскресное богослужение начинается в 10.00 в пастерской комнате. Приходите туда, чтобы вместе с молитвенниками ходатайствовать за новое собрание. Ждем вас на утренней молитве с 8.20 до 9.00 с понедельника по пятницу в приложении Zoom. Давайте начинать каждое утро с Господа. Дорогая церковь через неделю, 24 октября, наша церковь будет молиться за Россию. Уже сейчас записаться вы можете у Сидоркиной Зинаиды Григорьевны по номеру телефона. Напоминаю вам, что список формируется очень быстро. Поспешите, чтобы вам хватило места. А в субботу в 17.00 ждем всех желающих на евангелизацию вместе с Ольгой Каракуц. Записаться вы можете по телефону. Да благословит Бог каждого, кто участвует в служении, килограмм ближнему. Как учил сам Иисус в военногорной проповеди, давайте и дастся вам. Для гостей, кто пришел к нам впервые, мы накрываем стол на детском этаже в пастерской комнате. Приходите, мы будем знакомиться и узнавать друг друга ближе. На этом все. Спасибо, что вы были с нами. Благословения на новой неделе.